Коллеги, день добрый еще раз. Меня зовут Атабек Мухаммадзиев. Вот я сегодня буду вести презентацию по теме МСО24, как вы видите на слайде. Я перехожу к нашей теме. До этого небольшое интро обо мне, как я сказал, Атабек Мухаммадзиев, как вы видите на слайде. Я работал в компании Большой Четверки в Узбекистане, в России, в Казахстане. Общий стаж 20 плюс лет. Мы с моими коллегами, друзьями Шохрух Бутаев, Мустафо Дельшот Тычиев, Сайдабос Сайдолимов. У каждого из них за плечами 10 плюс лет опыта работы в Большой Четверке, мы вчетвером решили с текущего года запустить новую компанию и заниматься услугами консалтинга. В контексте данной сессии, данного семинара, мы участвуем вместе с регулятором Министерством финансов, вместе с нормой для того, чтобы освещать определенные аспекты МСФО-24. В частности, это МСФО-24. Почему именно эта тема? Потому что она довольно-таки популярная. Если вы берете отчетность и смотрите составленную соответственность МСФО, то МСФО-24, то есть раскрытие информации о связанных сторонах, она присутствует практически во всех отчетных. Позвольте мне начать презентацию саму МСФО-24. Как вы видите и как вы, наверное, догадались из названия самого стандарта, это стандарт касательно раскрытия всего, что касается связанных сторон. Мы будем говорить о связанных сторонах чуть позже. Данный стандарт не освещает и не касается вопросов первоначального, последующего признания и оценки связанных сторон. То есть данные вопросы, они освещаются другими стандартами. Вот план вебинара. Мы покроем цель стандарта, детально пройдемся по определениям, что является связанной стороной. Это очень важно. Почему? Потому что если вы определяете связанные стороны правильно, то это вводные, которые будут дальше идти в раскрытие связанных сторон. Дальше мы раскроем, покроем требования по раскрытию информации. Они применимы ко всем организациям, без исключения. И дальше, в частности, требования по раскрытиям к организациям, которые связаны с государством. Вот какого плана эта организация, мы покроем чуть спокойствие. Значит, цель стандарта — это раскрытие финансовой отчетности информации. Эта информация может быть финансовая, не финансовая, касательно связанных сторон, операции с ними в течение отчетного периода, остатков по операциям с данными, связанными сторонами, а также по остаткам по операциям, которые будут иметь место в будущем. То есть это так называемые договорные обязательства по предстоящим операциям. То есть цель стандарта, она, в принципе, понятна. То есть в отчетности нужно осветить, какие есть связанные стороны и какие были, по большому счету, операции и остатки со связанными сторонами. Почему это важно? Это важно потому, что связанные стороны, как вы знаете, они могут вступать в операции как на рыночных, так и не на рыночных условиях. И вот, скажем так, вот наличие самого факта существования связанной стороны, он может повлиять и на то, как делает бизнес компания, да, и там с такими контрагентами он будет или не будет вступать в взаимоотношения. В связанные стороны, вот переходим в секцию определения, что такое связанные стороны, да, то есть связанная сторона, это может быть как и физлицо, то есть частное лицо, так и организация, связанная с той организацией, которая готовит отчетность по МСФО. Организация, готовящая отчетность по МСФО, называется, но она и в стандартах, да, и в слайдах, в последующем мы ее будем называть отчитывающаяся организация, то есть, повторюсь, организация, готовящая отчетность по МСФО. Далее. Значит, на слайде приводится детальное определение связанных сторон. Вот давайте мы, наверное, начнем с левой стороны, да, то есть с физиков, а потом мы перейдем к юрлицам. Значит, левая часть, A, A, значит, один, это физлицо, либо близкий член этого физлица, если данное физлицо имеет контроль, либо совместный контроль над отчитывающийся организацией. Определение, что такое контроль, что такое совместный контроль, что такое значительное влияние, оно дается в других стандартах, вот, и не покрывается в данном, то есть, как бы, в этом полагается на, скажем так, на определение в других стандартах. Значит, это, значит, А1. В такой ситуации частное лицо или близкий член этого частного лица является связанной стороной для отчитывающейся организации. А2, когда имеет данное частное лицо, имеет значительное влияние над отчитывающейся организацией. Это ситуация А2. Ситуация А3, когда данное частное лицо, или, скажем так, физик, он входит в состав ключевого управленческого персонала, сокращенно далее, КУП, значит, этой отчитывающейся организации, либо ее материнской компании. Вот, чтобы было это все наглядно, мы будем проходить это все графически, да, поэтому не беспокойтесь по поводу того, что здесь, как бы, прописано, да, и там не уложится в голове. Вот это по поводу, значит, части А. Вот, по поводу части Б. Я, как бы, читать заново не буду, да, то есть, вот, идет там определение там B1, B2. Далее на слайдах идет там B3, B4. Левая сторона, как вы видите, остается то же самое, да, то есть А1, А2, А3, определение касательно физик. По поводу Юриков, значит, идет 3, 4, 5, 6, 7 и 8. То есть, вот, есть, значит, пункты, значит, B8, то есть, 8 ситуаций, когда организация будет считаться связанной стороной для отчитывающейся организации. Давайте перед тем, как мы, вот, будем рассматривать, значит, ситуацию там с физиками, с Юриками, посмотрим, что такое близкий член семьи частного лица. Как вы видите на слайде, да, то есть, вот, в середине есть частное лицо, физик, вот, и по отношению к этому физику, связанными, точнее, близкими членами этого физлица будут являться, в частности, это супруг, либо супруга, либо это гражданский супруг, гражданская супруга, да, будут являться, в частности, ижделенцы, это могут быть дети, это могут приемные дети. И вот ремарка такая, пояснение, да, то есть, необязательно это должны быть дети частного лица, да, то есть, это могут быть дети, там, супруги или супруга, там, или, там, гражданского супруга или супруги от, там, условно, от другого брака. Вот в такой ситуации стандарт 24, он говорит, что такие члены семьи, они тоже являются близкими членами семьи частного лица. Вот, и операции, и остатки с такими лицами, они тоже подлежат раскрытию, если имели место быть, финансовые отчеты. Вот, теперь переходим к, вот, более, к более детальному рассмотрению, там, определения, да, ну, вот, в частности, мы говорили, там, А1, наверху повторение определения, то есть, А1, это частное лицо, которое имеет контроль, либо совместный контроль, да, отчитывающейся организации. Ну, вот и наглядно, да, у нас есть некий господин А, господин А, есть отчитывающаяся организация. Если господин А контролирует отчитывающуюся организацию, то он считается связанной стороной для отчитывающейся организации. Вот, контроль, как правило, подразумевается, когда имеется доля владения более 50%, вот, как правило, да, но не обязательно, да, то есть, контроль может существовать, когда доля, там, участия менее 50%, да, но по документам, там, условно, с остальными учредителями, да, у, там, в нашем примере господина А есть право контролировать организацию. Вот, но, как правило, там, используете 50%, плюс это свидетельствует о наличии контроля. Вот одна ситуация, А1. Вторая ситуация, когда господин А, да, он имеет СК, совместный контроль над отчитывающейся организацией. То есть, условно, вот есть организация, у нее два учредителя, у них по 50% доли участия, вот, и каждый из этих физиков, да, то есть, у них есть совместный контроль, они, то есть, они все решения, там, ключевые принимают согласованно. Вот, в такой ситуации и господин А, и господин Б, они считаются связанной стороной для отчитывающейся организации. Вот, поясню по поводу совместного контроля, да, совместный контроль, он, как правило, опять же, да, когда вот доли участия, там, между участниками, они равномерно распределены, как правило, но это не обязательно должно быть так, то есть, доли участия могут быть, там, распределены по-разному, но если в учредительных документах, там, прописано, что, там, голосование должно приниматься, там, единогласно, по ключевым вопросам, да, то в такой ситуации мы говорим, что существует совместный контроль. Значит, это определение частного лица, когда оно является связанной стороной, А1. Мы переходим на определение А2. Значит, А2, когда частное лицо является связанной стороной для отчитывающейся организации, когда у частного лица, у физика есть ЗВ, значительное влияние над отчитывающейся организацией. Что, ну, вот, в двух словах, да, что означает значительное влияние? Это значительное влияние, это, как правило, когда доля участия в компании, она варьируется в пределах, там, 20-50%. Да, то есть, нет контроля, но в то же время есть значительное влияние влиять на ключевые решения, принимающиеся в компании, учредителями. То есть, если возникает такая ситуация, то мы говорим, что частное лицо является связанной стороной для отчитывающейся организации. Значит, движемся дальше. Определение А3. Частное лицо входит в состав ключевого управленческого персонала, куб отчитывающейся организации. То есть, это вот, вот эта ситуация, да, то есть, у нас есть отчитывающаяся организация, вот, и вот, как часть ее, значит, куб, там, один из, там, директоров, он может быть директор и исполнительный, и, там, неисполнительный, да, то есть, вне зависимости от этого, он будет считаться связанной стороной отчитывающейся организации. Такая же ситуация возникает, если данное лицо, оно является, значит, куб, то есть, входит в состав ключевого управленческого персонала материнской компании, не обязательно отчитывающейся организации. То есть, даже и в такой ситуации, значит, это физлицо, оно будет считаться связанной стороной для отчитывающейся организации. Вот, определения, они легкие, вот, единственное, нужно их, наверное, там, запомнить, вот, и, вот, такое графическое представление, оно, оно помогает наглядно видеть. Вот, значит, мы сейчас разобрались с физлицами, дальше переходим на юрлиц. Ну, вот, давайте, вот, по юрлицам, да, организациям, там было восемь пунктов. Вот один, это первый пункт, B1, когда организация и отчитывающаяся организация являются членами одной группы. Группа, имеется в виду, это группа компаний, да, то есть, это может быть, ну, вот, такого плана, там, там, холдинг, у которого несколько субхолдингов, да, то есть, там есть конечная материнская компания, есть там посередине материнская компания, есть еще материнская компания. У каждой из материнских компаний может быть по одной или по несколько дочерних компаний. Вот, и все эти материнские компании и дочерние компании по отношению друг к другу будут считаться связанными сторонами. И в данной ситуации, если, например, отчитывающаяся организация дочерняя компания, скажем, вот это на слайде, то по отношению к ней указанные все материнские компании и указанные все дочерние компании, они будут считаться связанной стороной. То же самое утверждение будет правдой по отношению, если материнская компания, например, в данной ситуации является отчитывающаяся организация, то есть она готовит отчетность по МСФО, то по отношению к ней все остальные компании в группе, имеется в виду материнские компании, дочерние компании, они являются связанными сторонами. Б1. Движемся дальше. Б2. Когда одна организация является ассоциированной компанией, или совместным предприятием другой организации. Ну вот давайте вот сейчас на слайде как это выглядит. Есть организация А, вот есть организация Б. Организация А имеет значительное влияние, либо совместный контроль над организацией Б. В такой ситуации мы говорим, что организация А является связанной стороной для организации Б. И то же самое утверждение, оно будет правдой по отношению к... Если организация Б, наоборот, имеет значительное влияние, либо совместный контроль над организацией А. Сейчас мы по времени хорошо идем. Значит, я, наверное, вот здесь, если позволите, я здесь, наверное, приостановлю презентацию, и, наверное, я вот позволю вам задать вопросы. Если хотите, можете писать. Если хотите, можете задать их устно. Тогда поднимите, пожалуйста, руку, и я позволю вам говорить. То есть по определениям, значит, физлица А1, А2, А3, и по определениям B1, B2, А, я готов сейчас принять вопросы. Если вопросов нет, судя по тому, что в чате я пока ничего не вижу, я, наверное, буду двигаться дальше. Я остановлюсь буквально на 5 секунд. У вас будет возможность написать. Если нет, я буду двигаться дальше. Так, молчание означает, что либо все понятно, либо что ничего не понятно. Можете, пожалуйста, поставить плюсики, чтобы я понимал, что доселе, все понятно. Замечательно, спасибо. То есть я вижу плюсики, что означает, что людям, участникам, прошу прощения, все понятно. Тогда я вот движусь дальше. Значит, иду к определению B3. Значит, по определению B3, значит, обе организации являются совместными предприятиями, то есть СП одной и той же третьей стороны. Одной и той же третьей стороны, но вот в данном примере, значит, есть организация B, есть организация V. Значит, в обоих этих организациях организация A имеет совместный контроль. То есть и здесь, и здесь. В такой ситуации организация B и организация V, они являются связанными сторонами. Сокращение SS означает связанная сторона. То есть это по определению B3. Движемся дальше. Значит, дальше следующее, значит, определение. Одна организация является совместным предприятием, то есть организация B, вот в данном примере, является совместным предприятием третьей стороны, то есть организации A, а другая организация является ассоциированной компанией к третьей стороне. Ну вот в нашей ситуации, да, значит, организация B, значит, над ней организация A имеет совместный контроль, а организация V, над ней организация A имеет значительное влияние. Если возникает такая ситуация, то организация B и организация V по отношению друг к другу будут связаны с сторонами. Что означает, что если у вас отчитывающаяся организация, там, организация либо B, либо V, то, значит, остатки и операции по этим, значит, связанным сторонам, они подлежат раскрытию. Вот по поводу, вот сейчас я вижу комментарий, что нужны примеры с цифрами, но цифры у меня, у меня есть конкретный пример, который я хочу в конце, наверное, показать. Это реальный пример. Узбек нефтегазом, консолидированная финансовая отчетность, да, то есть я ее покажу наглядно. Сейчас, наверное, нам суть важно понять концепцию того, что какие стороны являются связанными. А когда мы это правильно определим, то уже остатки и операции, связанные с этими сторонами, их уже надо вытянуть, будет просто из бухучета. Да, то есть это уже, наверное, больше дело техники. Значит, B4, дальше идет B5. Значит, здесь какая ситуация? Значит, может быть так, что компания, организация, да, она выполняет определенные функции по пенсионной программе, да, то есть, насколько мне известно, в Узбекистане, ну, я не знаю, там, это не практикуется, да, но вот там может ситуация возникнуть в целом, что компания, она выполняет функции пенсионной программы. Тогда возникает такая ситуация, что если, ну, вот, позвольте мне сейчас, получается геометрия. Давайте я этот комментарий, наверное, начнусь попозже, да, я вернусь к нему. Значит, организация представляет собой пенсионную программу, то есть организация ААА, созданную для работников отчитывающейся организации, то есть есть отчитывающаяся организация, и для работников этой организации организация ААА выполняет функцию пенсионной программы или организации, являющейся связанной стороной отчитывающейся организации, то есть если эта пенсионная программа создана для работников связанной стороны, то это означает, что организация А и отчитывающая организация, а также организация А и организация Б являются связанными сторонами. И поэтому операции и остатки между организацией А и отчитывающейся организацией, а также организацией Б, они подлежат раскрытию финансовой отчеты. То же самое утверждение правды, если отчитывающаяся организация, она сама является такой пенсионной программой. В таком случае работодатели, которые финансируют эту пенсионную программу, в нашем примере это работодатель А, работодатель Б, они являются связанной стороной по отношению к этой пенсионной программе. Движемся дальше. Значит, по определению Б6 организация находится… Вот здесь, пожалуйста, я попрошу немножко, наверное, внимания, да, то есть почему, потому что здесь уже идет ссылка на еще пункт А. Значит, организация А находится под контролем, либо совместным контролем… А, вот, отчитывающаяся организация… Сейчас, организация находится под контролем, либо совместным контролем частного лица, указанного в пункте А. А, вот. Значит, у нас есть частное лицо. Если это частное лицо, оно имеет контроль, либо совместный контроль в организации А, и в то же время это частное лицо, да, то есть, значит, А1, А2, А3. То есть, А1 это говорило, что есть контроль, совместный контроль, А2 говорило, что есть значительное влияние, А3 определение говорило, что, значит, это частное лицо является, значит, частью ключевого управленческого персонала, да. То есть, если возникает вот такая ситуация и такие взаимоотношения, то есть физик имеет контроль, совместный контроль в одной организации, и в то же время у него взаимоотношения, там, контроль, совместный контроль, значительное влияние, часть, купа другой организации, то организация АА, вот в моем примере, да, и отчитывающаяся организация, они являются СС, то есть, связанными сторонами. И опять же, операции между ними должны раскрываться финансовой отчетностью. АА, B6, с вашего позволения, здесь я вот, наверное, остановлюсь и, опять же, задам тот же самый вопрос, то есть, понятно ли до сели. Пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я знал, что, ну, как бы, все понятно. Если нет, вы можете пока написать, а потом мы вернемся и будем рассматривать ваши вопросы. Так, замечательно, спасибо. Я двигаюсь тогда дальше. Значит, определение B7, вот, значит, здесь что идет? Если возникает ситуация, когда частное лицо имеет контроль, либо совместный контроль в одной организации, и имеет значительное влияние, либо является частью КУП в организации АА, либо в ее материнской компании, да, если возникает именно такая ситуация, то, опять же, да, вот в этой ситуации отчитывающаяся организация и материнская компания, либо отчитывающаяся организация и организация АА являются связанными сторонами, да, то есть, это определение именно о, именно о такой ситуации, как показано на слайде. Так, ну, вот, и мы сейчас подошли, значит, к последнему определению, касающейся юрлиц, значит, организация или любой член группы, да, то есть, вот эта ситуация, когда там материнская компания, может быть, несколько, там, дочерней компании, частью которой она является, оказывает услуги ключевого управленческого персонала для отчитывающейся организации. То есть, это может быть организация АА как сама по себе, она оказывает услуги ключевого управленческого персонала напрямую отчитывающейся организацией, Либо это может быть организация А частью группы, одна из компаний которых оказывает услуги ключевого управленческого персонала для отчитывающейся организации. В данной ситуации организация А и отчитывающаяся организация, а также если А является частью группы, то любая из материнских компаний и любая из дочерних компаний является связанной стороной по отношению к отчитывающейся организации. Значит, с этим мы покрыли все примеры, точнее не примеры, а определения, которые даются в стандарте. Повторюсь, эти определения, они не сложные, но их важно понять в первую очередь и запомнить, почему. Потому что из этого определения следуют требования по раскрытию, если физлицо или организация является связанной стороной для отчитывающейся организации. Значит, движемся дальше. В контексте стандарта, то есть в контексте МСКО-24, описано 4 ситуации, когда стороны не обязательно являются связанными сторонами. Ну вот в частности, да, значит, две организации только потому, что у них там общий директор. Вот они не обязательно, они не являются связанными сторонами. Либо когда член, значит, куб ключевого управленческого персонала одной организации имеет значительное влияние на другую организацию. То есть в такой ситуации, значит, эти стороны, они не являются связанными. А также это утверждение правильное, когда есть два участника СП, они не являются связанными сторонами по отношению друг к другу. Ну, давайте я сейчас, наверное, это покажу на следующем слайде, чтобы было наглядно. Значит, вот есть две организации. Организация А, организация Б, значит, у них общий директор, да, то есть господин А, он является директором и в этой организации, он является директором и в организации Б. Данное обстоятельство, оно не говорит о том, что организация А и организация Б являются связанными сторонами. Соответственно, если имеет место быть операция между двумя сторонами, и если одна из этих организаций является отчитывающейся организацией, то требования по распрытию в МСПО-24 в данной ситуации не действуют. Следующий вот пример, он описывает ситуацию, когда у нас есть что? У нас есть господин А, он является, значит, он входит в состав ключевого управленческого персонала организации А, и в то же время у него есть значительное влияние, ну, условно, у него там доля владения в организации Б, там, 30%, да. И тогда получается, что организация А и организация Б, они не являются связанными сторонами. Движемся дальше. Вот пример, то, что говорилось, когда есть два участника СПО, то есть это два участника, да, то есть это могут быть как и физлица, там, господин А, господин Б, это также могут быть и юрлица, да, то есть это организация А, организация Б, если они имеют совместный контроль в отчитывающейся организации, в отчитывающейся, да, то в данной ситуации господин А и господин Б по отношению друг к другу не являются связанными сторонами. Но они являются связанными сторонами по отношению к отчитывающейся организации. Прошу обратить внимание на то, что вот эти два примера, да, они покрыты вот на слайдах, которые я только что проговорил. Есть также вот еще как бы дается ситуация, когда там, например, компания осуществляет там значительный объем операции, там, с одним контрагентом, там, ну, условно, там, 90% операции, да, там, проходит через одного контрагента. При прочих равных, да, то есть если там определение связанных сторон в отношении там других как бы параметров не соблюдается, то есть вот единственный параметр – это экономическая зависимость от компании вследствие того, того, что там у нее там риск концентрации высокий, да, то есть и возникает экономическая зависимость от контрагента, значит, это обстоятельство само по себе не свидетельствует о наличии взаимоотношений связанных сторон. Значит, мы прошли сейчас по определению, да, связанные стороны. Значит, следующий раздел – это требования по раскрытию информации, да, но перед тем, как я перейду на следующий раздел, я опять же остановлюсь, да, и если есть какие-то вопросы, мы можем сейчас их обсудить в отношении определения связанных сторон. Вот, если, ну, я пока вот в чате не вижу, да, вопрос, то есть что я, я как бы думаю, что… А, есть что-то есть? Презентацию, да, мы поделимся презентацией. Вот, если нет вопросов, ну, я как бы думаю, что все понятно, вот, ну, в принципе, оно и должно быть понятно, потому что графически все как бы наглядно изображено, вот, ну, тогда мы движемся к следующей секции, да, то есть это требования по раскрытию, они применимы ко всем организациям. Значит, ну, вот такое небольшое дерево решений, да, то есть если у вас есть связанная сторона, которую вы определили, там, исходя вот из определений, да, в предыдущих слайдах, если с этой связанной стороной осуществлялись операции в отчетный период, то нужно, значит, применять требования по раскрытию, я о них буду говорить чуть попозже на следующих слайдах. Если с этой связанной стороной в течение, значит, отчетного периода операции не осуществлялись, и, соответственно, остатков, как бы, на конец отчетного периода нет, то, значит, дальше мы движемся по двум направлениям, да, то есть мы должны смотреть, существует ли, существует ли взаимоотношение контроля между связанной стороной и отчитывающейся организацией, то есть контролирует ли связанная сторона отчитывающейся организацией. Если да, если ответ да, то вне зависимости от того, были операции с этой связанной стороной или нет, нужно обязательно раскрыть название этой организации связанной стороны, да, вот, и указать, что, как бы, есть, существует факт наличия контроля, то есть это требование с фондом. При остальных ситуациях, да, то есть когда существует совместный контроль, значительное влияние, там, часть ключевого управленческого персонала, значит, такое требование в МСКО-24 нет. Вот, это вот такое, как бы, дерево решения, чтобы в целом, как бы, понимать направление, да, но вот в частности теперь, если мы говорим про, что требуется, да, раскрывать, вот требуется раскрытие, значит, суммы операций, да, то есть на какую сумму в течение отчетного периода были осуществлены операции. Нужно раскрыть остатки по таким операциям, ну, и, как бы, осветить их природу, да, то есть это были, там, из-за покупки, там, основных средств, там, вклад, уставный капитал и так далее. Если это, если были гарантии, значит, предоставленные, полученные, они тоже должны быть, значит, раскрыты. Обязательно нужно раскрывать резерв по сомнительной задолженности. Ну, вот условно, да, там, возьмите баланс, как правило, дебиторская задолженность, резерв, имеется в виду в отношении дебиторской, да, задолженности. Как правило, в балансе дебиторская задолженность, она показывается по текущей стоимости, да, то есть за минусом уже резерва, а в примечаниях уже идет раскрытие, там, ее валовая сумма, да, и, соответственно, резерв. Для целей МСФО-24 обязательно нужно раскрывать резерв по данной дебиторской задолженности. Ну, и, соответственно, если были признаны расходы в отношении, там, значит, безнадежной, сомнительной задолженности, да, то есть мы смотрим сейчас пиенельную часть, да, то есть отчет о финансовых результатах, то, соответственно, их тоже нужно раскрывать. Ну, вот обобщая, да, вот этот слайд, что нужно раскрывать? В целом это остатки по операциям со связанным сторонам, значит, остатки по будущим договорным обязательствам, и нужно раскрывать, значит, операции, которые, там, повлияли либо на форму 1 баланс, либо повлияли, там, на форму 2, либо повлияли, кстати, на отчет о собственном капитале тоже, если, там, это условно-вклад в ставный капитал или, там, выплата дивидендов, да, то есть это тоже подлежит раскрытию. Так, значит, информация раскрывается отдельно по следующим категориям, да, и, да, и здесь приводятся категории, там, материнская компания, там, компания, у которой есть, там, совместный контроль, значительное влияние, дочерняя организация, ну, и так далее, да, как вот сейчас идет по слайду. Ну, и так вот в целом, да, наверное, требование стандартов МСО, оно применимо по отношению к существенным, значит, статьям, да, то есть если сумма существенная, то, соответственно, вы должны, как бы, раскрывать ее отдельно по категориям. Если сумма несущественная, то, наверное, имеет смысл ее объединять. Хороший вопрос, почему нужны раскрытия? Я вот к этому, наверное, с вашего позволения, или, да, давай сможете сейчас прямо отвечу. Почему нужны раскрытия? Ну, значит, операции со связанными сторонами, да, то есть это, в принципе, ну, скажем так, это обыденность бизнеса, то есть любой бизнес практически, да, имеет операции своей деятельности со связанными сторонами. То есть это аксиома, да. Вот, если она имеет операции там со связанными сторонами, то сам факт наличия связанной стороны, он может повлиять на то, значит, как, значит, этот бизнес делает, ну, скажем так, вот ведет свою операционную деятельность, да, и по какой сумме он, точнее, на какие суммы он вступает в операции со связанными сторонами. То есть эти суммы могут быть как на рыночных условиях, они могут быть и не на рыночных условиях. Вот, и поэтому пользователю финансовой отчетности, пользователю финансовой отчетности важно понимать, да, то есть какие были связанные стороны и какие операции и, значит, остатки по операциям были там в течение и на конец отчетного периода. Для того, чтобы этот пользователь отчетности, он мог сделать свой самостоятельный вывод, ну, в плане того, что, ага, вот у компании, значит, есть вот такие-то связанные стороны, да, если, например, я планирую там купить эту компанию, то как это может повлиять в плане того, что там, условно, там связанные стороны там, они там вступали в операции, да, они могут там после того, как я купил эту компанию, они могут там дальше не работать с ней. Вот, и поэтому это нужно для анализа и оценки там рисков, да, там для компании там, бизнесовых рисков, да, наверное. Вот, я ответил на ваш вопрос? Угу, спасибо. Так, тогда, с вашего позволения, я движусь дальше. Ну, и, соответственно, даются примеры, да, операции со связанными сторонами. Я детально по ним проходиться, наверное, не буду, то есть вы видите это на слайде. Значит, это закупки, продажи, там, оказание, получение услуг, аренда и так далее. То есть остатки, там, там, в деньгах, там, дебиторская задолженность и так далее. То есть все это подлежит раскрытию. Как правило, это отдельное примечание финансовой отчетности. Внимание, важный момент. Значит, информация о том, что операции со связанными сторонами проводились на условиях идентичных, значит, рыночным условиям, она раскрывается только в том случае финансовой отчетности, да. То есть если, значит, эти условия можно обосновать. То есть, позвольте пояснить, когда вы смотрите примечание финансовой отчетности, где раскрывается, там, операция остатки со связанными сторонами, да, иногда можно увидеть утверждение, что операции, там, со связанными сторонами проводились на рыночных условиях. Значит, стандарт не запрещает делать такое утверждение, но при условии, да, что такое утверждение компания может обосновать. Вот если, например, приходят аудиторы, и если они видят такое утверждение, то задача аудиторов проверить, что данное утверждение правильное. Значит, такое утверждение хотите, ну, там, по усмотрению компании, Можете ее ставить, хотите, можете, ну ставить, имейте в виду, если вы можете обосновать, хотите, можете не ставить, даже там можете обосновать, не можете, стандарт не требует. Все, что он требует, что вы можете делать такое утверждение, только если вы можете это обосновать. Значит, поступил вопрос, остатки, связанные сunu – это дебиторские и кредиторские задолженности. Значит, остатки – это дебиторка, это кредиторка, это, может быть, деньги, денежные эквиваленты, ну, это условно, например, если банк для вас является связанной стороной, то остатки, значит, на банковских счетах – это тоже, значит, подлежат раскрытию. Если у компании были взаимоотношения, там, условно, аренда, или они брали взаим, кредит, то остатки эти тоже подлежат раскрытию. Ну, как правило, определение дебиторки, кредиторки, оно включает, да, наверное, кроме денежных средств, там, все остальное. Поэтому, ну, по большому счету, да, дебиторка – это кредиторка. Так, тогда я вот движусь дальше, значит, также в стандарте есть требование раскрывать, значит, вознаграждение, то есть выплаты ключевому управленческому персоналу. Выплаты означают не именно денежные выплаты, да, а вот, наверное, правильное – это начисление. И вот такие начисления, их нужно сделать, если они существенные, да, сами по себе, в разрезе следующих, значит, моментов. То есть это, там, краткосрочные вознаграждения, как правило, это, там, заработная плата, да, там, вознаграждение по окончании трудовой деятельности, ну, и так далее. Я не буду по нему сейчас детально подходить. Вот, значит, то, что я сейчас покрыл – это требования по отношению ко всем организациям. Дальше будет требование по отношению к организациям, которые связаны с государством. Есть отдельный системный учет для связанных сторон. Я думаю, можно подвязать, ну, скажем, если компания там использует 1С, да, там можно подвязать контрагентов, условно там обозначить их как СС, вот, и тогда она будет там выцарапывать, ну, в смысле вытаскивать, когда вы будете формировать отчетность, она может будет именно по этим контрагентам операции и остатки уже показывать, как операции и остатки со связанными сторонами. Вот, а так, да, то есть у компании должен быть, а, значит, должен быть список связанных сторон, полный список, и у компании, б, там, в течение отчетного периода, значит, должно, там, показываться полный спектр операций и остаток, наконец, отчетного периода. И коллеги, перед тем, как я сейчас, наверное, буду двигаться дальше, в отношении последнего раздела, можно я сейчас остановлюсь, и если есть какие-то вопросы по предыдущим трем разделам, первый – это цель стандарта, второй – это определение связанных сторон, и третий – это требования по раскрытию. Если есть какие-то вопросы, я готов сейчас их выслушать или посмотреть. Замечательно, это получается. Я так идеально читаю, что даже нет никаких вопросов, либо ничего не понятно. Тогда я иду дальше. Последний раздел в отношении организации, связанных с государством. Что такое организация, связанная с государством? Это организация, с которой государство имеет контроль, совместный контроль, либо значительное влияние. То есть, если возникает одна из этих трех ситуаций, то мы говорим, что эта организация является связанной с государством. Что такое государство? Это правительство, правительственные органы, они могут быть муниципальные, они могут быть и на более высоких уровнях, и также международные. Значит, в отношении организаций, связанных с государством, есть послабление. То есть, послабление оно какого плана? Послабление, что нет требования делать раскрытия, которые были приведены в предыдущем разделе. То есть, там целый спектр, там все остатки, там все операции раскрывать. Вот такого требования нет, но тогда возникает вопрос, хорошо, нет требования, а что есть тогда? А есть следующее. Значит, я перешел на следующий слайд. Есть требования раскрывать наименование А, то есть наименование госоргана и характер его отношения с отчитывающейся организацией. То есть, прописывается, например, госорган, условно, там владеет узбекнефтегазом, там, я не знаю, владеет сама, то есть АУГА, значит, прописывается АУГА, она там имеет контроль над узбекнефтегазом. То есть, все, А, вы требования учли. Б, нужно раскрывать что? Информацию, значит, один, два, то есть в достаточной степени детализации для того, чтобы пользователь финансовой отчетности мог понимать что? Характер и сумму каждой операции, которая является значительной самой по себе. Ну, вот условно, да, если в течение отчетного периода выплачивали дивиденды, значит, госоргану, то, наверное, пользователю финансовой отчетности будет интересно знать эту сумму, да, то есть значительность, она же как? Она определяется, как правило, количественно, да, но не обязательно, она может как бы определяться и качественными требованиями. Все, что связано с операциями, с участниками, с учредителями, да, они, как правило, интересны пользователям финансовой отчетности. Ну, вот и в моем примере, если идет операция там с учредителем, вклад в уставный капитал, выплата дивидендов там и там что-то подобное, да, в этой ситуации, значит, нужно раскрывать характер и сумму каждой операции. Если, например, выплачивались дивиденды несколько раз, да, их можно просто компоновать и сказать там в течение там отчетного периода выплачивались дивиденды там в общей сумме там на какую-то сумму. Это один. Два, если эти операции, они в отдельности и в совокупности не являются существенными, значительными, да, то для этого достаточно ограничиться описанием либо количественные характеристики их масштаба, да, ну, условно, вот у вас там были там куча операций, там, не знаю, там покупка, там, не знаю, там основных там фондов, да, они там и в отдельности, и в совокупности там нематериальные. Тогда достаточно нам прописать, что в течение отчетного периода, значит, компания там, а отчитывающаяся организация, она там приобретала там основные фонды там у, значит, у своего там учредителя там для каких-то целей, да, вот. Вот, и это будет достаточно. Ну, либо там, если, например, там государство там выдавало там условно там заим, там кредит, там краткосрочный, там средний, долгосрочный, если эта сумма там индивидуально в совокупности несущественная, достаточно написать, что там выдавался там кредит, да, там, для, там, цели, там, для пополнения оборотного капитала, там, да, 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 и, ну, сказать, там, там кредит там выдавался там на рыночных условиях, если это можно обосновать. Если нет, то такое утверждение необязательно. Ну, тут вообще не нужно сказать. Вот, это касательно, значит, требований по раскрытию по организациям, которые связаны с государством. Вот на этом у меня, вот, как я говорил, мы, ну, вот, мы почти идеально уложились там в наш чат, вот, на этом у меня презентация закончилась. Я готов, я готов, значит, я постараюсь ответить на ваши вопросы. Можете их задавать устно, можете их задавать через чат. Если хотите задать устно, то, пожалуйста, поднимите руку, и я включу вас, чтобы вы могли сказать. Две организации, связанные друг с другом, тогда какая из них отчитывается в раскрытии? Вот, смотрите, есть организация А, есть организация Б. Если организация А – это та организация, которая готовит отчетность по МСФО, то есть отчитывающаяся организация, то операции со связанной стороной организации Б и остатки, да, по операциям с компанией Б, с организацией Б, они подлежат раскрытию в отчетности компании А. Я ответил на ваш вопрос? Если отчитываешься организацией А, тогда в отчетности А. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? Вот, если вопросов нет, вот я как обещал, помните, сейчас секундочку, я обещал показать наглядно отчетность Узбекнефтегаза. И это было, вот видите, да, отчетность Узбекнефтегаза, консолидированная отчетность, она была проаудирована ИУАЙ, Эрнстен Янг, отчетность за 19-й год. Вот, если вы посмотрите, вот целый как бы спектр примечаний, да, идет, и вот одно из примечаний, это вот примечание 8, да, это операции со связанными сторонами. 36-я страница, 8-й раздел, это так, 36, 36. Ну, вот идет, значит, 8-й, да, операция со связанными сторонами, здесь вот пишется, что связанные стороны могут осуществлять сделки, которые не связанные стороны могут не проводить, кроме того, такие сделки могут осуществляться на условиях личных, от условий сделок между не связанными сторонами. Ну, вот дальше, в частности, идет, да, вот уже, значит, раскрытие по остаткам в контексте дебиторской задолженности, денежных средств, авансов, займов и так далее. И идет в контексте, значит, правительства и субъектов под контролем правительства, да, вот один заголовок. Ассоциированные компании, совместные предприятия, то есть категоризируются, да, и остатки точно так же сдаются за сравнительный период. То есть на конец 19-го года и на конец 18-го года. То же самое по операциям в течение, значит, этих отчетных периодов, да, за 19-й год и за 18-й год. Компенсация ключевого персонала, здесь его обозвали как ключевой менеджмент, то есть куб, оно тоже раскрывается, видите, суммарно раскрыто. То есть это вот как бы реальный пример, вы его можете найти на веб-сайте узбекнефтегаза, я его оттуда выкачал, то есть это, в общем, общедоступная информация. Вот наглядный пример раскрытия операций и остатков со связанными сторонами. Есть вопросы еще? Хорошо. Коллеги, вам было интересно? Было познавательно? Можете, пожалуйста, плюсики поставить, если это так? Замечательно, спасибо вам большое. Ну, наверное, вот небольшое отступление. Я, мои коллеги из компании, которую мы представляем, сейчас секундочку, я вернусь в слайд. Значит, мы представляем компанию Wisdom Advisory. Как я сказал, значит, я, мои друзья, нас четверо, мы учредили новую компанию. Вот она называется Wisdom Advisory. У нас опыт, значит, большой четверки в Узбекистане, но за ее пределами там 10 плюс лет. Для тех, кто, ну, как бы, не знакомы с большой четверкой, да, поясню, это большая четверка аудиторских организаций в мире. Значит, мы работали в PwC. Вот я, в частности, работал там 20 плюс лет. И у нас, ну, скажем, специальный, наверное, опыт того, какие там требования, там, по МСС, то есть не понаслышке, да, реально мы работали с этим. Так, как можно составить ТСЗ для операции со связанными сторонами? Как ТСЗ, ТЕФ-задание, я так понимаю, для операции со связанными сторонами? Можем вам помочь составить ТСЗ для операции со связанными сторонами? То есть я понимаю, что в контексте того, что есть такое требование, и там важно раскрыть правильно, да, и там в полном объеме операции и остатки, если вы хотите это там аутсорсить или там делегировать кому-то, да, то есть это не будет делаться силами внутреннего персонала, да, то есть это вполне осуществимо, вот, и, наверное, там, как это прописать, ну, и вообще в целом, наверное, мы можем детали уже обсудить. Опыт проверки банков у меня, у моих коллег тоже есть, то есть, ну, в частности, в Узбекистане тоже, да, то есть в Узбекистане там порядка 30 банков, то есть у меня есть опыт проверки там и как центрального банка, да, там не один год, и местных банков, ну, там в основном это компании, которые стоят, точнее, банки в группу там 1-2, это самые крупные, да, то есть я, наверное, не знаю, вот практически во всех участвовал. Вот я почему упомяну по поводу, как бы, компании и моих коллег, мы, мы, вот, участвуем в инициативе нормы и регулятора, да, по проведению вот подобных мастер-классов, да, и вот, наверное, вот эта презентация, она первая из серии того, что мы, вот, как бы, сейчас сделаем. Вот, я планирую сделать, сделать другую презентацию по МСФО 1, если получится, дай бог, вот ближе, наверное, на последние недели этого месяца, да, ну, и мои коллеги, они, соответственно, тоже будут выступать с другими темами, да, и если вы увидите лого в издом адвайзере, то, ну, как бы, знайте, что, значит, это мои коллеги. Коллеги, вам спасибо большое за участие, ну, и финально, да, вот, я, я поздравляю всех с окончанием практически священного месяца, с Хаитом завтра, да, чтобы вы провели это время супер, отдохнули там в кругу семьи, родных, вот, всем удачи, спасибо. Спасибо.